Добрый день, уважаемые участники конференции. Разрешите представиться. Меня зовут Жолдаса Маргажина Баевна. Я руководитель кафедры терапевтической и ортопедической стоматологии Западно-Казахстанского медицинского университета имени Марата Успанова. Разрешите перейти к докладу. Профилактики ВИЧ-инфекции в стоматологической практике Республики Казахстан. 40 лет назад, в начале июня 1981 года, в США описали новый вирус, поражающий иммунную систему человека. Казахстан ВИЧ пришел 6 лет спустя. Если в 1990-х в стране доминировал инъекционный способ передачи инфекции, передача инфекции распространялась в основном среди наркозависимых, то за последние десятилетия на первое место вышел половой путь заражения. ООН констатирует, что в Центральной Азии и Восточной Европе ВИЧ распространяется стремительно. На сегодня инфицированных насчитывается более 80 миллионов человек, из них 35 миллионов умерло, к сожалению. Первые случаи ВИЧ в Казахстане были зарегистрированы еще до распада Советского Союза в 1987 году. Болезнь выявили у четырех студентов Алматы, приехавших из стран Африки. До 1995 года в Казахстане зафиксировали 30 случаев ВИЧ-инфекции, превалировал половой путь передачи. В 1996 году произошла вспышка среди наркозависимых в Тимиртал, городе Карагандинской области. Тогда зарегистрировали 36 случаев, это было инфицирование при групповом употреблении инъекционных наркотиков. Динамика, к вашему вниманию представлена, вот динамика пути передачи ВИЧ-инфекции у взрослых с 2008 года по 2021 год. Значит, здесь синим, это при инъекционном наркопотреблении. Динамика пути передачи, здесь значит оранжевый цвет у нас при незащищенных гомосексуальных контактах и при незащищенных красным цветом у нас гетеросексуальных контактах. То есть, сфат у нас, значит, при инъекционном наркопотреблении вроде бы по годам идет вниз, то есть риск заражения на пути передачи. При незащищенном контакте, значит, по годам, наоборот, идет высокий риск заражения, то есть вообще высокий путь передачи. По данным Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний, по состоянию на декабрь 2020 года в стране насчитывалось более 26 700 ВИЧ-положительных людей. Уровень распространенности инфекции составил 143 человек на 100 тысяч населения. Это самый высокий показатель среди государств Центральной Азии. В Казахстане с момента выявления первого случая ВИЧ-инфекции умерло 13 698 человек. Наибольшее количество людей, живущих с ВИЧ-инфекцией, отмечается Павлодарской области, вот у нас Павлодарская область, Карагандинская область, Центральная Казахстан, Северная Казахстан, да, Восточно-Казахстанская область и, значит, Алматинская область и в самом городе Алматы. Показатель распространенности ВИЧ-инфекции на 1 июля текущего года по Республике Казахстан в возрасте 15 до 49 лет. Значит, представлено вашему вниманию. Большие показатели распространенности у нас вот Павлодарская, значит, Северная Казахстанская область, Восточно-Казахстанская область, Карагандинская область и в городе Алматы. Самый низкий уровень показателей распространенности в Казахстанской, Западно-Казахстанской области. Казахстан является единственной страной в Центральной Азии, обеспечившей устойчивое государственное финансирование, профилактики и лечения ВИЧ. Доли государственных средств составляют 94%. Сегодня в Казахстане, в соответствии с рекомендациями Всемирной Организации Термохранения, лечение назначается сразу после установления диагноза, тогда как ранее лечение назначалось только при определенном уровне определения тезей клеток. Эффективность антиретровирусной терапии, значит, здесь у нас получает антиретровирусную терапию, и эффективность по годам, значит, идет удельный вес терапии, повышается. С 2021 года внедряется так называемая доконтактная профилактика, метод профилактики, который заключается в регулярном приеме антиретровирусного препарата ВИЧ-негативной менюзме. Цель метода предотвратить инфицирование человека из группы риска в случае контакта с вирусом. Ну, мы знаем, да, что ВИЧ передается тремя путями, половой, через кровь от матери к плоду. Есть у нас медицинские работники, относятся к группе риска заражения ВИЧ-инфекцией, а стоматологи связаны с микротравмами. Также опасность в том, что могут инфицировать здоровых пациентов. Поэтому нужно соблюдать, собирать анамнез стоматологического больного. Всех пациентов следует рассматривать как потенциально инфицированных, знать проявления ВИЧ-инфекции полости рта, соблюдать меры безопасности, проводить качественную медицинскую обработку инструментов. Стоматологи должны оказывать помощь инфицированным больным СПИДом в специальных перчатках, очках и масках. Если инфицированный материал попал на руки медицинского работника, вы знаете, следует тщательно вымыть их теплой водой с мылом, а затем обработать тампоном, перекиси водорода, дезаксона или же 70% телом. На сегодняшний день в Казахстане внедрены 9 из 13 рекомендаций ВОЗ. Первое – это тестирование и консультирование, информационно-образовательная работа, доступ к презервативам, доступ к иклам и шприцам, профилактика с участием неправительственных организаций, постконтактная профилактика, применение принципа равной-равной в аутрич работе, профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку, антиретровирусная терапия среди глиосердискоордантных пар. Значит, у нас работают спид-центры, центр по профилактике и борьбе с спидом в городе Алматы организован еще в 1990 году, и в городе Аксюбе у нас также имеется спид-центр, который проводит ежеквартальный мониторинг профилактических программ среди ключевых, значит, уязвимых, да, групп населения. Инструментами для мониторинга и оценки являются электронная онлайн-система и национальная база учета клиентов. Прекращение эпидемии спидок к 2030 году одна из задач в списке целей устойчивого развития, которая была единогласно принята странами-членами ООН. Представители от Республики Казахстан приняли активное участие в совещании высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам борьбы со спид, которое прошло в Нью-Йорке 8 июня 2016 года. Значит, программа профилактики, программа целей, выполнения глобальных целей. Также Республика Казахстан принимает активное участие и для реализации стратегии предусматривает 90% людей, живущих с ВИЧ, будут знать свой статус, 90% всех пациентов с диагнозом ВИЧ-инфекции будут получать антре-ретровирусную терапию и у 90% всех пациентов, получающих антре-ретровирусную терапию, будет достигнута подавленная вирусная нагрузка. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова